Здравствуйте! Фактор Силы приветствует вас! Я, Павел Баранов и мои товарищи, кое-что знаем о сильных и смелых людях. И нам не терпится поделиться этим знанием с вами. Мы уверены, в ближайшие полчаса вам скучать не придется. Белорусская самба держит позиции. Чемпионат страны. Как это было? Вершина хит-парада хоккейных файтингов. В белорусском спорте есть турниры, статус которых определен на самом высоком уровне. Один из таких – открытый чемпионат Белоруссии по самбо. Уже несколько лет пребывающий в статусе этапа Кубка мира. В этом году порядковый номер турнира – 16-й. Что ж, 16 лет – срок немалый. Вполне достаточный для рождения своих легенд и героев. Героизм и самоотдача Андрея Курлыпа. Великолепная техника и харизма Ваэ Тухталяна. Столкновение опыта и молодости в схватке Игоря Седова и Александра Кокшей. Хладнокровие Евгения Семочкина и мастер-класс от Юрия Рыбака. Все это подарила нам наша сборная по самбо в праздничный день – День защитника Отечества. Не сомневайтесь, высококлассные исполнители не стали жалеть себя и соперников. В борьбе за медали и специальные награды подарили зрителям отличное шоу. Вы знаете, практически этот турнир от предыдущего турнира ничем не отличается. В том смысле, что он очень представительный. Все сборные, ведущие сборные мира по борьбе с самбо привезли всех своих основных спортсменов. Почему это определенный этап отбора для них, как и для нашей сборной Республики Беларусь, отбор на чемпионат Европы, чемпионат мира вместе с национальными своими соревнованиями. И в этом году тоже очень представительный турнир, организован, как вы видите, на очень высоком уровне. И наш, наверное, радостный такой момент, что наши спортсмены представляют во всех практически финалах нашу сборную и будут в дальнейшем достойно представлять нашу сборную и на чемпионатах Европы и мира. Беларусь состав благодаря кропотливой тренерской работе опять подошел во всеоружии к этому турниру. И вы, наверное, увидите на соревнованиях, насколько здорово выступают наши спортсмены, насколько зрелые они, зрелые мастера. Это как взрослые, это и Андрей Курлыпа в категории до 52 кг, так и молодые ребята, которые выступают. И достойная смена, растет достойная смена нашим первоклассным борцам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Про схватку Андрея Курлыпа и Беймета Канжанова высказались все, кроме самого героя этого поединка. Эксклюзивное интервью самого опытного и отчаянного самбиста страны во второй части нашей программы. Первая схватка в серии финалов всегда имеет важное значение. Если в ней сражается твой товарищ по команде, ты ждешь его победы как доброго знака. Учитывая, что белорусы пробились 8 из 9 финалов, 2 из которых были чисто хозяйскими, можно представить, как вся сборная волновалась за своего славного ветерана. Мы еще вернемся к поединку между Андреем Курлыпа и Бейметом Канжановым. А пока, вашему вниманию, события жарких баталий остальных финалов, некоторые из которых поразили красотой борьбы даже видавших виды специалистов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Традиция турнира. Белорусско-казахское противостояние. Хозяин ковра Вае Тухталян и Медед Таргаев. Рисовая категория до 62 килограммов. Достойный соперник. Я с ним уже второй раз борюсь. В том году у нас на чемпионате тоже боролся, победил. Год тому чемпионат страны принес белорусской сборной 14 медалей. Из них 5 золотых. Благодаря таким самбистам, как Вае, количество медальной коллекции на этот раз обязательно улучшится. Пошло почти все, как планировано. Где-то тактически, где-то какими-то хитростями. Схватка проходила. Не все получилось конкретно, но главная задача выполнена, выиграла. Доволен, но могло быть и побольше оценки. То есть можно исправляться, можно лучше бороться. В весе до 68 килограммов сюрприз преподнес молодой самбист Александр Кокша, одолевший в схватке за золото умудренного опытом Игоря Седова. Итоговый счет 5-1. Стоит отметить, что Игорь Седой, прежде выступавший в категории до 62 килограммов, перешел в более тяжелый вес. Скажу, что перешел в более тяжелую весовую категорию. Это раз. Во-вторых, может быть, я не был столь настроен на победу. В богатырском весе до 100 килограммов белорусы в финал никого не пустили. Евгений Семочкин и Василий Кузнецов. Опыт и известность против страсти и упорства. Потому что мы тренируемся вместе и знаем друг друга. Мне очень тяжело как-то что-то сделать напрямую. Ждешь ошибки, ошибки ждешь и все. Семочкин уверенно ввел схватку к победе. Кузнецов впечатлял своим упорством и желанием биться до конца. В итоге это подарило зрителям эффектную концовку. У него просто не оставалось ничего, ему надо было лететь, рисковать. Он рискнул. На это все и рассчитывалось, дотянуть ее до риска. Семочкин был просто великолепен в этот момент, когда идет равная встреча, где замещание только присутствует и последние секунды. Конечно, такой красивый бросок действительно. Ну, мастер. Но особенно впечатлила болельщиков победа трехкратного чемпиона мира и пятикратного чемпиона Европы белоруса Юрия Рыбака. Финальный поединок наш самбист выиграл у россиянина со счетом 12-0. Быстро и четко. Борец из России, он пока еще не столько, как говорится, опытен и знаменит, наверное. Конечно, конечно, это имеет большое значение, наверное. Но, тем не менее, Юра собрался. Я его не всегда таким вижу, к сожалению. Я надеюсь, что он нас будет радовать чаще такими именно встречами с нашими соперниками. Нет, легких сладок не бывает. Первый раз его видел. Хитрость и нет. Просто готовился, настраивался на выигрыш. Сейчас пойду, не пойду, поеду домой, а там будет видно. Соперников слабых не бывает. А Юра, просто Юра настроился. Он красавчик. Ну, тут без слов. Он, конечно, полностью обыграл своего соперника из России. Это наши гости, да, приехали. Который выиграл, кстати, ваховика Александра за выход в финал. Победил этот россиянин. Юра, тем не менее, не оставил ему никаких шансов. Он отборолся на плюс, на 10 с плюсом. Беларусь славится тем, что она сильнейшая, одна из сильнейших, извините. Потому что, к сожалению, россиянам проигрываем порою. Но мы им доставляем много неприятностей. Я думаю, и доставим еще. И хочется пожелать, чтобы все занимались спортом и были такими же. Есть бы с кого брать пример, чтобы республика наша была всегда такой же спортивной. И славилась вот этими вот как раз успехами, достижениями на спортивном побрище. Как и обещали, мы еще вернемся в Минский дворец спорта. Разговор о силе духа и тела будет продолжен. Оставайтесь с нами. Андрей Курлыпа и Беймед Канжанов. Завершение сбора. Файтинги. Лучшее из лучшего. В деле. Рубаха-парень. Неделю тому мы открыли лучшую десятку файтингов НХЛ за минувший месяц показом пяти горячих поединков. Продолжение следует прямо сейчас. Как и положено в хоккее, великолепная пятерка. Открывает топ-5 бой зэка Риналда из Филадельфии Флайерс и бостонца Грега Кэмпбелла. У парней явно накипело на душе. И Риналда умелым словом зажег костер страсти. В концовке поединка Риналда едва не отправил свою руку на трибуны. Но, как оказалось, она пока еще держится. Нью-йоркер-забияка Брэндон Праст и канадец из Бостона Милан Лучич остановились в шаге от пьедестала. Благая правда, что в процессе обмена ударами это волновало их в последнюю очередь. Гораздо больше Праста заботила разница в весовых категориях. Но, как обычно, Тавгай Рейнджер старался компенсировать это боевым задором. Однако в таких делах лишние килограммы, сантиметр роста могут решить дело. Четвертое место. В тройке лучших поединок профессионалов кулачного боя на льду Майка Брауна из Торонто и Брэда Стаубица из Монреаля. В деле мастера. Майка Брауна из Торонто и Брэда Стаубица из Монреаля. Браун вступился за товарища по команде, которого Стаубица решил припугнуть. И в лед лицом не упал. Победа за Майком. Ранней весной медведи необыкновенно раздражительны. И, очевидно, хуже всех этой зимой спалось Милуну Лучичу. Сербский богатырь с канадским паспортом умудрился дважды засветиться на вершине нашего топа. В отличие от боя с Прастом, на этот раз Лучич нашел себе подходящего партнера для спарринга. Фактурный лидер Торонто Майкл Комиссарек с удовольствием принял вызов. Тем более, что ребята прекрасно знают друг друга. Лучич в этом сезоне пока не входит даже в двадцатку самых агрессивных Товгаев лиги. Но, похоже, это дело времени. Продолжение следует. Кушать мороженое одному невкусно ни мне, ни тебе, никому. Да и кулаками махать в компании значительно веселее. А в общем, коллектив – сила. Впрочем, кто бы сомневался. Первое место нашего хит-парада принадлежит матчу соседей Нью-Джерси против Нью-Йорка. Веселить публику, который нужен и такой хоккей, рейнджеры отправили сразу пару Товгаев. Брэндона Праста и Майкла Рапа. В итоге девушки распределились по парам. Райан Картер, Стю Бикель, Кэм Дженсен, Брэндон Праст и Эрик Бултон, Майк Рап. Общая боевая масса участников шоу – почти 700 килограммов. Если верить очевидцам, лед не пострадал. Ну, или не очень пострадал. Похоже на то, что победа осталась за дружбой. Картер и Бикель победителя не выявили. Хотя Стю в концовке стал хорохориться и махать кулаками после драки. Играет. 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 Дженсен упорно не сдавался и даже контратаковал в схватке с Прастом. И только, возможно, Рап чувствовал себя хозяином Бултона. Все остались довольны, а тренеры как бы и ни при чем. Мало-куча, мало-куча, куча-мало, мало-куча, мало-куча, куча-мало. Можно весить 52 килограмма и при этом обладать внушительным весом как личность. Причем таким, что любой супертяж позавидует. В завершении рассказа о событиях открытого чемпионата Беларуси по самбо разрешение спора между Андреем Курлыпа и Бейметом Канжановым. Когда я боролся, я взял захват. Хотел сделать болевой со стойки или в ногу. И получилось, что я, когда уходил, выбивал ногу в этот момент, вот сюда. Вон получилось, что головой прямо он попал в голову. И вот так я перевернулся и уже вынула кровь. То есть раздрюмли. Получается. В момент выбивания ноги было столкновение. По правилам положено у врача находиться полторы минуты. Две минуты. То есть в этот момент мне перевязывали, и я боролся. Так что это его возмущение. Только, конечно, когда он в процессе борьбы, он уже нечестно вел себя. Постоянно меня коленом, головой бил. Тоже здесь надо было смотреть в студии. По-моему, он и получил тогда предупреждение или замечание по этому поводу. То есть он себя вел не слушать, как спортсмен. Нет, это лично мое решение было. Но, конечно, все зависит от человека. Отдать, выигрывать два балла и отдать просто так победу, это не у моих правил. То есть были у меня случаи на чемпионате Европы. С россиянином боролся. У меня был выехок, ремиальные ключицы, две порванные связки были. Я взял, довел встречу и выиграл. Но, в принципе, много боялись с этим Казахстаном. Они меня уже знают. То есть постоянно выигрывают. Они уже и в первой встрече мне в глаз дал казах первый. Прямо вот так. Ну, то есть это все мульки такие. Но потом он уже в конце подошел, извинился. Просто так, как он боролся, так. Ну, конечно, его не красит борьба. Восстанавливаюсь, уже потихоньку бегаю. Ну, то есть ОФП, качаюсь. Ну, прихожу в форму. Только на ковре, ну, пока еще не разрешают, пока шов там. У меня сотрясение. И там, ну, то есть пробила у меня сосудка. Я всегда хорошо, что, наверное, то есть у меня это борьба штука такая. Когда выходит, борется. То есть только на выигрыш. У меня 41 год. 41 год. То есть только уже в борьбе, наверное, особенно в маленьком весе, не борется. Мир в Минске будет. Тут надо отбороться, постараться выиграть. Вот. Это мое желание. А там, что Боженька даст. Так. Пойдем на тренингскую работу. Я считаю, борьба и все, где набор делают, прежде всего, мужчин сильными, с характером. Грудь нараспашку, смелый взгляд, веселое настроение. Верные приметы молодого храбреца, которого иначе именуют в народе рубахой-парнем. Однако выглядеть и быть – это разные вещи. Проверить это можно только одним способом – делом. Закрытый бойцовский клуб «Осьминог» иногда открывает двери всем желающим. Попробовать себя в ринге мог любой зритель. В настоящем бою, в настоящем ринге и при многочисленной зрительской аудитории. Правила просты. Никаких профессиональных бойцов. Будь что боксеры, мастера муай-тай или каратисты. Просто смелые и решительные ребята, которым есть что доказать и показать. Доказать себе и всем остальным, кто и чего стоит, без лишних слов. Именно таких людей и называют «рубаха-парень». После тщательного и очень эмоционального кастинга публика выбрала двух смельчаков. Которым и предстояло под пристальным вниманием зрителей и телекамер показать, кто кого. Итак, Рамазан по прозвищу «Горец» и Юрий. Боевое имя – «Юрист». Зовут Рамазан. Я профессионального опыта нет. Дерусь обычно на улице. Хочу доказать, что объемы не имеют значения. Меня зовут Юра. Я там две недели немножко похулиганил. Теперь хочу реабилитироваться перед женой. И вот выйду, помашусь. Ну так, по грушам стучим, периодически. Ну, тренажерка на улице. Футбол. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Физическая сила в своих многообразных проявлениях материального мира часто производит потрясающее впечатление. Но она ничто по сравнению с силой духовного мира. Здоровый телом, но слабый духом всегда уступит слабому на вид, но крепкому духовно. Источник такой силы в Боге. Наша программа поздравляет всех католиков и протестантов Беларуси с наступающим праздником Пасхи. И да пребудет с вами небесная сила. Смотрите в следующей программе. Нокаут-шоу. Элитный клуб Муай-Тай открывает двери. История бодибилдинга. Сила рук и крепость духа. История бодибилдинга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова